Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Теренса Кроуфорда против Джеффа Хорна. Бой пройдет в эти выходные по Америке. Также, не знаю, стоит ли перечислять или нет, вы, наверное, и так это знаете, что чем славен Теренс Кроуфорд? Тем, что он сначала объединил все четыре пояса в своей весовой категории, и сейчас он решил покорять для себя новый вес. Чуть-чуть потяжелел. И вот там его ждет Джефф Хорн. А кто такой Джефф Хорн? Джефф Хорн это боксер из Австралии. Вроде был он ничем не примечательный, но внезапно для многих победил Пакьяо. Ну, во-первых, Пакьяо он уже такой был немолодой. Ну и там очень много было вопросов к судейству, причем не только к почету очков, но и к действиям рефери в ринге. Он не пресекал грязь Хорна. Теперь, вот будут биться два этих спортсмена, и я не знаю, как для вас, для меня это бой очень интересный. Я бои Теренса Кроуфорда всегда скачиваю в самом высоком качестве, смотрю по несколько раз подряд. И чтобы нам как-то смоделировать, сопоставить в ринге, что будет происходить, нам нужно рассмотреть сначала по отдельности, особенности каждого спортсмена. И я предлагаю начать с Джеффа Хорна. У него есть три черты, прям такие вот, три как бы базиса Джеффа Хорна. И в первых двух мы его сравним. Он сам из Австралии, и в Австралии есть такой зверь, ну, кенгуру. И как бы это не было пошло, может быть, да, и как бы так вот банально, но Джефф Хорн очень похож на кенгуру. Во-первых, один из основ его, Джефф Хорна, что он очень подвижный на ногах. Не сказать, чтобы у него какая-то супер техника передвижений, но он очень стремителен, он очень энергичен, он все время что-то ему надо. То есть, то он на вас наскакивает, то он, наоборот, от вас убегает. И вот его ноги, они очень сильны. Опять же, в ноги я включаю рваный ритм и большое количество обманных движений. То есть, вот этот вот ритм атак, он же во многом создается ногами. Я что имею в виду? Что если, допустим, там, мексиканцы, кто первым номером работает, идут, они примерно в одном ритме идут, просто идут вперед, выбрасывают удары, то Джефф Хорн, он реально как кенгуру фактически. То есть, он то на вас бросится, то дернет, сделает вид, что бросится. То бросится коротко, один удар выбросит, убежит. То, наоборот, вы думаете, что он там издалека, а он прямо на вас побежал, и сначала прямыми, потом ближе-ближе, головой чуть не воткнулся, уже боковыми. Обратно убежал в дистанцию, разорвал. То есть, вот у этого Хорна сверх такая, не самая, может быть, техничная, но живость в ногах. И это хорошо, это помогает ему. Но вот если говорить, и это вторая важная особенность Джеффа Хорна, если говорить о качестве его ударов, то даже если его сравнить, ну, вот этот наш пошлый пример, да, с кенгуру, то кенгуру я вот в цирке видел, пару раз их заставляют боксировать. Я это, кстати, не одобрял совершенно животных в цирке, ну, кроме там собак, может быть, да. Да, животных диких, настоящих, их без, ну, боли, каких-то лишений, серьезных, да, там, ну, битья током, например, да, их особо от какого-нибудь тигра, ну, и не научишь там ничему, это понятно. Поэтому я против, ну, чтобы зверушек этим эксплуатировать. Так вот, кенгуру, он, вот прямые удары, по наружку, когда бьет, он вот так вот, чисто локти держат, ну, внизу, то есть, в узком коридоре у него удары. У Джеффа Хорна ровно наоборот, то есть, Джефф Хорн, когда бьет удары, право прямое, он прямо сразу ничего не стесняется, локоть в сторону выдвигает, ну, это вообще, как бы, ошибкой считается, то есть, если, отдельный разговор почему, ну, короче, удар от этого хуже. Если бьешь боковой удар на здоровье, локоть в сторону, конечно, поднимай, но в прямом ударе примерно он должен в узком коридоре идти, потом только локти должны, ну, там, заворачиваться, но не сразу, как Хорн. И вот это было лишь для примера. У Хорна так все, то есть, он бьет через пень колоду, то есть, просто берет в ударах своим здоровьем, физикой, наверняка у него там жим приличный, он такой, ну, плотный, не зря у него прозвище Шершель, он прям такой, ну, видно в нем энергия, мощь. И, короче, очень низкое качество ударов, то есть, для чемпионского уровня бьет, ну, очень косо, более или менее бьет боковые удары уже на средне-ближней дистанции, да, то есть, там, плечику как, ну, поворачивает, видать, грудные мышцы сильные, и так неплохо, и на близкой дистанции снизу тоже бьет, ну, так, приемлемо. Но если дистанция увеличивается, и уже нужна какая-то там, ну, координация, то посмотрите бой с Пакьяо, что мы видим как раз эти вот два момента. С одной стороны, крутые ноги и ритм, ну, как крутые, они не особо техничные, но вот этот вот как бы ритм внезапный такой, и он под этот вот дерганный ритм, он выбрасывал право прямой по Пакьяо, кривой такой право прямой, со своим этим локтем в сторону, и попадал его. Но, как это ни странно может показаться, силы большой в ударе нет, поэтому чего-то страшного с Пакьяо не случилось. И теперь мы переходим к третьему пункту, моменту такому важному в Джеффе Хорне, он просто невероятно грязный. Просто он нарушает правила очень сильно с тем же Пакьяо. Можно, конечно, сказать, что это как бы дело в рефере, я думаю, что он наверняка как-то был там подкуплен, подмазан, коррумпирован каким-то образом. Я не знаю, как это делается у них. Вроде Австралия страна такая, ну, хорошая с точки зрения законов-то. Там люди хорошие живут, законы послушные. Но я не верю, что вот рефери такой слепой. Более того, настолько он грязный вообще хоррор, что мне кажется, если бы рефери ему разрешил еще из трусов и боксерских нож достать и прнуть оппонента, а рефери бы сделал вид, что ничего он не видит, то, думаю, хоррор бы и такой сделал. То есть он невероятно грязный. Что здесь важно в этой грязи? Есть грязь такая вот как Солида. Он бил постоянно Ломаченко ниже пояса. И если не пояса, удар ниже пояса, сразу это всем как бы видно, всем все понятно. С хорном несколько сложнее. Он ниже пояса старается не бить, но его грязь в том, что он нагибает голову свою, и он идет на таран прям головой активно. За счет своих этих наскоков он прям головой на тебя наскакивает. Вроде он тебя так вот сверху не бьет, спасибо хоть за это, но как бы ногами своими он как ракета, в общем, головой в тебя летит. То есть, а это же очень опасно для тебя, да, что он может лицевые эти косточки там проломить своей головой, и ты вынужден как-то от твоей головы голову свою убирать, а он под шумок и заодно свои эти удары все накидывает. Ну и в целом он там борется, захватывает, вниз толкает. То есть, крайне грязный боксер. Теперь переходим мы к Терренсу Кроуфорду. О Терренсе Кроуфорде можно говорить и на час разговор, да, но мы в прошлых уже обзорах, прогнозах его обсуждали, в будущих будем обсуждать. Поэтому давайте вот каждый раз по чуть-чуть. Что самое главное в Терренсе Кроуфорде? То, что вот звезды, Терренсу Кроуфорде, в общем-то, он звезда уже по сути. Обычно они одарены очень физически. Это не в смысле, что какие-то мышцы обязательно, например, скоростями. Вот, допустим, Мэйвезер, Забжуда, Мэйни Пакяо. У всех троих у них космическая скорость, ну, например, ног, выход на ногах. То есть, как Мэйвезер, вот его когда бьют, он смещается вперед-назад, как кошка. Это же во многом природно, техникой-техникой, но есть у тебя сами мышцы, связки на ногах. То есть, вот это вот, это дано тебе, или меньше, или больше. У них это на невероятном уровне. То же самое там, руки. Скорость рук у этих вот трех перечисленных, особенно у Джуда и Мэйвезера, да, она просто космическая. И это тебе или дано, или не дано. Так вот, я это все к чему клоню, что у Кромворда этих талантов, как бы врожденных, их нет. У него обычная прыгучесть ног по природе, ну, такая нормальная, как бы обычная. Обычная скорость удара, не какая-то волшебная, ну, просто нормальная. Но при этом он настолько техничный, как бы, да, и умный боксер, что он постоянно совершенствуется, он просчитывает своего соперника, что обладая той скоростью ударов, той скоростью передвижений, он просто, как бы, его переигрывает. То есть, это имеется в виду переигрывает не то, что вот, как многие, наверное, представляют, тактически, ну, как бы, стратегически там продумывает план на бой, там, да, и как вот его перехитрить, это тоже, но даже более на микроуровне. Просто вот оба там друг по другу серии ударили навстречу, один попал по воздуху, а другой там ему по голове. То есть, вот, Кромфорд, он так тонко настроен, так тонко заточен, такой он техничный, что он по оппоненту попадает все время, и, как бы, его ударов избегает. То есть, он сильно техникой все компенсирует. Ну, и раньше компенсировал еще длинными конечностями. Все же он был высокий для своего веса и худой. Сейчас уже это, кстати, больше работать не будет. Отдельно можно говорить о красоте ударов Кроуфорда, что в замедленном повторе их прям можно просматривать. Он, когда бьет, например, ну, там, боковой удар, он, у него как будто от локтя, от этой точки до кулака, как будто это игла, и ему надо не абы как удар бросить, а именно под идеальным углом его воткнуть. То есть, у него все удары, что там по голове, что по корпусу, то есть, они все просто входят супер, там, как он ноги включает. Вот, бывает, серию бьет, и один удар он хочет тяжело ударить. И он прямо у него все тело, он как, прям, фактически, как прыгает в направлении своего удара. Зая, особенно, что он попадет. Очень техничный. Как сложится бой. Вот это самое интересное, потому что здесь очень многое зависит от Кроуфорда. Понятно, Хорн, он изберет свою стандартную стратегию, такого грязного бокса. Я, кстати, думаю, что рефери даже может сделать ему предупреждение такое настоящее, даже очко снять за раунд. Он будет бросаться в рваном ритме, пытаться, там, бросился, начал там с прямых в лес, боковые, убежал, прибежал, дергать, дергать постоянно. То есть, углы атаки подбирать, с одной стороны попробовать, с другой. Все вот это вот брать, как бы, темпом, своим здоровьем, живостью, рваным ритмом, активностью. И габаритами. Он вообще такой, крупненький этот Хорн, большой для этих весов. И мускулистый такой, мясистый. А вот как будет действовать Теренс Кроуфорд? Вот это действительно интересно. С одной стороны, можно было бы предположить, что он будет действовать, как в свое время с Виктором Постолом. То есть, отбегает. Когда-то был Виктор Постол в соперниках у Кроуфорда и Фредди Роуч. Виктора Постола натоскал, заточил. Он ему поставил такой, как бы, своеобразный удар. Вроде плечи он не особо разворачивал, Постол, но жестко, такой, как вот, короче, там, право-привой, лево-боковой. Вот он тебя преследует. Постол прям настроен, хочет с тобой разменяться. И такое чувство, что он реально выиграл в этих разменах. Но Кроуфорд, он просто на ногах как-то расслабился и в дураках этого Постола как бы оставлял. Его раздергивал и от него отбегал. От более крупного такого соперника, ну, хорошо бьющего, кстати, довольно Постола. И вот мне кажется, что в этот раз будет как раз не так. Хотя, вроде, тоже и крупный этот товарищ. Новый вес, это для Кроуфорда, да, надо там адаптироваться, все такое. Ну, я думаю, начнет он действительно там примиряться, да, бегать. На кавалерийские наскоки от Хорна Кроуфорд, он очень хорошо передней рукой, он часто в стойке левши стоит, в обоих стойках боксирует. Очень хорошо он бьет боковой такой короткий с шагом в сторону, то есть он так прям попадает им. Вот что-то такое будет делать там по-любому. Но в каком-то раунде, я думаю, что Кроуфорд с большим удовольствием вступит в размен ударов с Хорном, да. В размен ударов, там, в рубку, короче, ожесточи собой. И он не будет избегать, то есть он не будет там всем что-то убегать, как вот Майвезер, допустим, действует против силовиков таких, как Майданы и всех подобных, пересаливает их, а нет, нет, нет. Именно, думаю, Кроуфорд, он и встанет в какой-то момент, и очень жестко будет обменяться ударами с Джемпом Хорном. Почему? Потому что, несмотря на меньшую физическую силу, что и из более легких весов он пришел, но даже само качество ударов, оно гораздо выше у Тараса Кроуфорда. Он удары бьет очень высокого уровня, и они больше разрушают его удары. Кроме того, у него есть защита тоже лучше, там, но это все понятно, да. Единственное, что важно, я думаю, что будет делать Тарас Кроуфорд во всех этих разменах, не нужно быть совсем уж близко к Хорну, потому что, когда вы близко, фактически ближняя дистанция, то вот свои эти боковые, там, снизу, и голову свою вперед он просовывает, они у него нормальные такие, тоже неприятные довольно. Поэтому лучше с ним устраивать размены, как бы на дистанции такой средний-дальний, то есть, когда вы для друга достаете, ну, там, левым прямым, правым прямым, то есть, там, боковым, там, снизу, то есть, ну, не близко друг к другу, а, как бы, ну, относительно, вот, такое, когда есть пространство, да, и вот, когда это пространство есть, то в нем особенно будет, ну, преимущество, вот, в этих разменах у Кроуфорда, просто за счет, ну, его удар, они гораздо техничнее, правильнее, соответственно, сильнее, опаснее, острее, ну, и все в таком духе. Вот, и вопрос, победит ли Кроуфорд, ну, досрочно все же, или пачка? Ну, это зависит во многом и от прочности головы Хорна, да, с другой стороны, Кроуфорд все же перчатки вот эти вот выбрал, как бы, тонкие, да, там, с конским волосом. Я думаю, все же, что, наверное, скорее досрочно он его досрочит Хорна, чему я, кстати, буду вполне рад, потому что, ну, нельзя настолько грязно боксировать, как Хорн, поэтому для меня это будет маленький праздник, такое, избиение, в общем, Хорна от техничного боксера в лице Кроуфорда. Ну что, вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо, до новых встреч!